Эй, ой, меня зовут Трёха и вы на любовь калия на рок-н-ролл. Друзья, нас с вами ждёт достаточно длинное видео и начнём мы его с разбора чашечек от компании Мун. Вот они у меня все на столе. Давайте начнём информацию от производителя, лёгенько-быстренько пробежимся. У ребят представлено три основных типа чашечки. Это фанелок, это прямоточечка, вот она, вот она. И это убивашечка, вот она. Значит, давайте разбираться. Чашечки ручной работы. Вот здесь вот у них есть логотипчик, куда вы можете нанести, например, свой, если брендировать под кальяну или под магазин. Цены. Самое ключевое. Розница за одну чашечку 600 рублей. Дальше ценник скачет очень сильно и начинаются оптовые ценнички. От 25 чаш сразу 350 рублей. От 50 чаш 330. От 100 чаш 310. И от 300 295. Если у вас сеть магазинов, то 300 чашек на все по 300 рублей за чашку. Моржа практически в два раза запросто. Значит, давайте начнем с простого, что вот с фанела и начнем. Разные типа глазури. Вот есть она, здесь видно, может быть, что она немножко куреная. Я на ней курил дома, она вот такая немножко грязненькая. Вот такая вот красивенькая глазурь, вот такая чуть-чуть попроще. Граммовка, как извлекает производитель, от 17 до 22 грамм вот такого фанела. Граммовочку мы сейчас с вами будем проверять. Киллер от 19... О, достал фанел второй случайно. От 19 до 24 грамм загрузки. Вот такой вот. Он не глубокий, то есть здесь вот меньше, чем палец входит. Все так же глазурь, разные цвета. И убивашечка. Вот убивашечка, господи, прямоточечка. Вот такая вот, не совсем стандартной формы. Глубокая достаточно, фаланга пальца уходит. И очень-очень широкая. У нее уж граммовочка здесь даже расписана, потому что я ее сейчас посмотрю, а мы будем с вами чуть дальше ее проверять. Тоже от 19 до 24 грамм. Сразу делаю пометку. У нас они стоят в работе, то есть вот видно, что она вот. Здесь какие-то свежие, какие-то из работы. Видно, что она грязненькая. В работе. Если у вас нет такого понятия, как расход табака, то в целом ваш братан нормально курится. Если у вас, вы за граммовочками стараетесь следить, у вас есть легкая стандартизация. Бля, 25 грамм много. Если работать в отступ, я у себя снимал stories в инсту, что отступ это одна из самых прикольных чаш, потому что позволяет положить много табачка, сделать легкий отступ, разномерненько распределить его по всей широкой поверхности вот этой вот с вами чашечки. Друзья, что по курению? Они, поскольку представлены фанулы только в глазури, вот эта вот прямоточечка, она сделана... Есть глазурь, соответственно, всего из зоны укладки табака, вот здесь вот. Есть такая же частичная. Вот частичная у меня стоит сейчас на кальяне. Сами понимаете, глазурь, не глазурь, выбор уже лично ваш. Давайте начнем с граммовочек, быстренько пробежимся, для того, чтобы мы не можем, так сказать, правильно отметить... О, Ром, там что-то с камерой маленькой. Там что-то написано отключено. Для того, чтобы с вами разобраться, как и что, и почему, мы с вами понимаем, что одной и того же табачной смеси в чашечку влазит разное количество. Поэтому мы разберем на примере трех смесей. Вот у меня есть весы. Так, друзья, вот вес чашечки. Давайте сразу накидывать табачную смесь. Я взял, например, азур. Мы с вами посмотрим, сколько азур будет вмещаться на стандартную. Просто закидали табачка, сколько его здесь влезет. Я вижу 10. Ну, как-то вот так воздушненько накидали. Плюс-минус там уравняли. Ну, вот 14 грамм воздушной забивочки азура сюда запросто влезает. То есть, места много в чашке, укладывать достаточно удобно. Так, этот лишний шлак мы сюда вот убираем. Давайте так, потому что разная смесь разной консистенции, мы для проформы быстренько померяем, например, той же чебакой. Та же чашечка. Та же чебака, насыпанная воздушно. Просто вот пустую чашечку. Заровняли. Сделали. Уже, ну, 15 там. Было 202 и 16. Ну да, те же 14 грамм. Короче говоря, вот такая вместимость. Соответственно, если мы делаем плотно, вместимость чашки та же, но табака влезет сильно больше. Давайте разбираться с минусами и плюсами этой чашечки. В чем есть хорошо, в чем есть плохо. Я вам сейчас буду рассказывать, потому что, что мы сделали. Когда эти чашечки приехали к нам на обзор. Так, друзья, давайте разберемся с хорошими и с плохими моментами, связанными с этими чашками. Давайте начнем не то чтобы с плохих, но с таких нюансов. Поскольку, как заявляет производитель, все чашки ручной работы, это вызывает вот такой вот процесс. Я двигаю вам три чашки. Смотрим с вами отверстие под постановку на коннектор. Вот если мы вот так вот возьмем, я думаю, видно, что одно чуть-чуть больше, другое чуть-чуть меньше. Здесь, соответственно, вот, например, еще меньше. С чем, на что и как это будет влиять? Вот у меня есть чашечка. Вот она стоит. Смотрите, у меня маленький хуб здесь, хуб Mars Gold. Вот мы берем чашечку с достаточно жирным отверстием, и она уже... Вот я ее прям запросто снимаю, она даже до конца не садится, несмотря на то, что это маленький такой черненький уплотнитель. Мы берем другую чашечку. Оп, встала, но уже так не очень надежненько. Третью чашечку, как влитая сидит, ее очень тяжело уже, соответственно, снять. То есть, вот, приходится прикладывать усилия. Это сидит комфортненько. Здесь, на прямоточках, примерно схожая история, что, оп, сидит нормально. Вторую берем, она уже, видно, немножко не закрепляется. Третью, ну, как первая, плюс-минус. Соответственно, на это стоит обращать внимание при покупке чаш, поскольку они, если делаются действительно вручную, то очень на это похоже, что форм-фактор обычно позволяет выливать их с одинаковым диаметром. Здесь же этого не происходит. Из плюсов, это красивая глазурь и нанесение своего логотипа. Брендирование многие любят. Если у вас магазин или кальянная, вы такие, ать, и нанесли сюда свой логотипчик, надпись, что угодно. Глазурь красивая, сделана достаточно качественно. На примере, вот чашечка синенькая, например, стояла в работе. Вот эта чашка в работе неделю. Я надеюсь, видно, что глазурь не полопалась. Даже если предсматриваться, она полопалась, но самую-самую малость. Вам, конечно, тяжеловато, возможно, вы видите. Есть трещины небольшие в глазури. За неделю работы, ну вот, по бокам видно, она не течет. То есть, вот неделя стоит в работе в кальянной, и с ней все окей. Чашка не протекает. Не знаю, кому-то это, возможно, важно, кому-то нет. Мне, например, там не сильно принципиально. Вот, например, чашечка, которая тоже в работе неделю. Я надеюсь, что не упадет калаут. Она была белая, чуть потеряла внешнего вида. Глазурь остается, вот это вот частичное нанесение глазури, о котором я говорил, такими брызгами. Что, собственно, происходит? Вот этой чашке порядка, наверное, минут 20, которую я сейчас курю. Я спокойно держу ее за ножку. Ножка холодненькая такая, ну, тепленькая, но адекватно я могу спокойно держать. Чашка прогревается достаточно быстро, если вы работаете, неважно, отступ касания. Верхние слои захватываются прям глиной хорошо и прогревается достаточно быстро. Что я заметил? Чашечка, у которой вот полная глазурь, место под укладку табака. Вот видно, там есть трещины, но чашечка не протекла. А что я заметил? Глазурь вот на прямоточках дает достаточно много отдачи жара. И если вы не будете это контролировать, это может перевести к перегреву. На фаннелах история схожая, такое возможно, но из-за того, что он не такой толстенький, то есть, если прямоточка у нее здесь прям жирненькие стенки, то здесь они чуть потоньше, они быстрее прогреваются, но не так сильно жарят уже в дальнейшем. Что мне понравилось в этих чашках? Что очень комфортно курица при работе в отступ прямоточки и плотненько работа на фаннеле, вот прям за бивочку положили. Курица действительно хорошо, эти чашки я поставлю в работу, я доволен ими. Мне нравится дизайн, простенько, понятненько, необычненько. И очень мне понравились вот эти вот нанесения, вот такой глазури, здесь вот есть одна как морская, очень хорошо выглядит. Короче, чашками за свою цену, если 600 рублей розницу, точно да, я бы взял это домой. Одна у меня как раз вот такая из дома, остальные стоят в работе. Вот те новые, которые я только что привез товарного вида, они, соответственно, тоже уходят в работу. Из минусов, достаточно большой расход на прямоточках, то есть, если мы говорим о работе в кальяне, здесь смел 25 грамм влезает, потому что в фаннел влезло 14, здесь еще больше места, а не глубже. Если вы работаете в отступ, то это комфортно, поскольку площадь поверхности достаточно большая, то есть, вы можете комфортненько уложить весь табачочек и сделать там сектора, слои, кто как дрочит. Потому что, если это большой расход, в касание вы будете, конечно, перерасходовать прям много. Но, несмотря на то, что вы расходуете много, он будет прогорать весь, потому что прогревается, как я сказал, достаточно хорошо, и жар потом отдает. С фаннелом схожая ситуация, в работу попадает, я приверженность в работе больше таких чуть приплотнененьких забивок, поэтому да. По поводу убивашечки. Что мне не нравится в ней? То, что она не супер глубокая. Периодически я беру убивашку в руки, когда мне нужно сделать четкие, понятные слои. Здесь площадь поверхности достаточно большая, а вот с глубиной немножечко меня подводит. Нет вот этого привычного, знаете, как в убивашках ровные концы, ровные углы между дном и стенками. Здесь это скругленное все, очень плавненько. Мне понравилось, что она недостаточно глубокая, хотя, будь она глубже, наверное, расход был бы грамм 400, наверное. Это так это вывалил полблока. Дизайн красивый, курение на них вполне понятное, простое. Но из-за того, что вот она не глубокая, есть нюансы именно за бивочек. Но это для особых там любителей заморачиваться. В целом чашечки попадают в работу, я ставлю им лайкос. Возможно, даже теперь они будут у нас на канале, потому что я действительно в целом понравился. За фанал и убивашку, ой, и за прямоточку классическую, вот эту аналога турки, я ручаюсь, мне они нравятся. С убивашками, наверное, мне привычнее больше старый формат. Но за дизайн точно лайк. Короче, ребята, мое дело вам рассказать. Напомню вам, что розница 600, опт от 350. Я в целом доволен. Ваше дело только проверить. Не течет, слегка перегревается вот это, если вы даете в касание. И вот это вот курица фанала очень-очень стабильно. Мне понравилось, в работе стоят. Вам спасибо, что посмотрели. Я свое мнение высказал. Ваше дело пробовать или не пробовать. Курите кальяны, слушайте хорошую музыку, любите своих женщин. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok